Сегодня правительство обратилось в Конституционный суд по поводу временного исполнения обязанности президента. Таким образом, противостояние правящая коалиция президент получила свое продолжение. В конечном итоге можно все упростить, если честно сказать, что в основе этого противостояния лежат противоречия между двумя партиями – демократической и партией социалистов. Что с этим делать? Есть ли выход, который окажется благом для самой страны и ее граждан? Разбираться будем принципиально, ведь вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте. И разбираться в этом мне помогут мои гости. Сегодня это Владимир Цуркан, депутат от партии социалистов, председатель комиссии парламентской по правам человека. Добрый вечер. Дмитрий Дьяков, депутат от демократической партии, почетный председатель партии. Добрый вечер. Иван, здравствуйте. Начну с приятного. Сегодня день юриста. Владимир Иванович, поздравляю вас. Спасибо. Я хотел бы поздравить всех юристов, настоящих юристов, а не тех, которые имеют диплом, а фактически являются на сегодняшний день членами конституционного суда. Я тоже присоединяюсь к вашим поздравлениям и поздравляю профессионалов, нужной этой профессии. А в отношении того, что есть нарекания, вот, наверное, вы со мной согласитесь, никогда еще не было в адрес высшего эшелона юристов столько критики, сколько мы наблюдаем сейчас. Конечно, речь идет о судьях конституционного суда. Вот давайте так. Последнее решение. Почему было столько критики и недовольства, Дмитрий Георгиевич? Ну, не совсем с меня. Я не юрист. Ну, у вас же есть своя точка для меня. Поэтому я... Да и решение не юридическое, так что можно вам уговорить спокойно. Ну, а почему мы вспоминаем только последнее решение? А почему некоторые решения, которые были спорными, мы принимали, а некоторые, которые нам не совсем, как бы, подходят, не принимаем? Мы же говорим о конкретном решении. Нет, мы говорим вообще о юристах. Мы с этого начнем. Нет, мы сейчас говорим о конкретном. Нет, вообще. Нет, последнее решение конституционного суда. Все решения судей, начиная конституционно и заканчивая последним, каким-то там районным судом, должны быть честными на основе законов, справедливыми. Так должно. К этому мы стремимся. Все верно. И вообще миру мир. И все в таком... Давайте пойдем на встречу Дмитрию Георгиевичу. Давайте Владимир Ивановичу вы тогда ответим на этот вопрос, а Дмитрий Георгиевич может потом подхватить. Все-таки. Почему критиковались только это решение? Хорошо. Ну, для того, чтобы начать этот разговор, я думаю, нужно вначале как бы исходную определить. Почему вообще произошло обращение в конституционный суд со стороны правительства? Понятно. Не подписал дважды Дадон. Стоп. Есть конституционный выход решения из этого кризиса. Так они считают. Значит, необходимо было всего лишь констатировать, что есть нарушение конституции. И в связи с этим, дальше группа депутатов из 34 человек, то есть треть депутатов, в соответствии с статьей 89 Конституции, Конституции, начинают процедуру импичмента. Так говорилось до позавчерашнего дня в Конституции. И так все это прекрасно понимали. Что делает правительство? Оно обращается в конституционный суд, но вначале просит истолковать статью 98, которая говорит о порядке произведения, проведения вот этих вот кадровых перестановок. Но что интересно в самой констатирующей части, точнее в описательной части, они пишут, что создалась ситуация, когда президент от оппозиции, оппозиция конкретная в парламенте имеет достаточно большое количество голосов. И в то же время президент имеет значительную поддержку со стороны населения. Поэтому просим вас, говорят они во втором пункте этого обращения, ну найдите другой выход, дайте расширительное толкование Конституции. Потому что обращаться по пути законному, конституционному, в соответствии с 89 статьей, пишут они, это не гарантия, что мы добьемся успеха, что мы сможем победить при решении вопроса импичмента. Вот почему обратилось правительство. Это не мои суждения, это конкретное изложение содержания, короткое изложение содержания обращения правительства. То есть они обратились к той, к сожалению, сегодня приходится нам констатировать, служанке под названием Конституционный суд. Они, значит, все это дело разложили там, я не помню уж на каких страницах, и ответ дают не по сути вопроса, по которому обратился, то есть не толкование 98 статьи, а дали, так как они в описательной части, дали расширительное толкование целого ряда статей Конституции. И пришли к выводу, что то, что президент второй раз не подписал, а является нарушением группы Конституции, окей, это они делали вывод и раньше, но дальше пошло интересное. А эта ситуация означает, что президент не может исполнять свои обязанности. То есть он находится в ситуации невозможности исполнять свои обязанности. Но извините, что значит невозможности? Ну потому что в статье, которая предусматривает временную вакансию, там есть такое основание. Невозможность исполнения президента своих обязанностей. Временная или окончательная. Временная до 60, окончательная после 60 дней невозможности. Но ведь мы же прекрасно понимаем, что невозможность и нежелание – это разные вещи. Мы же все прекрасно знаем, что есть человек, который может, но не хочет, или который хочет, но не может. Вот в данном случае Конституционный суд решил, что это одно и то же. Это толкование дал, и потом дальше пошел по пути. Тогда в этом случае необходимо идти по ситуации, хотя есть президент, который может, но не хочет. И дальше пошли по пути толкования. Это аналогично тому, что есть 91-я статья, по их мнению, по логическому и грамматическому толкованию. Поэтому необходимо в этом случае не выход импичмента, а идти по пути временного замещения должности. Причем, они говорят, это вообще нонсенс, который, я не знаю, в мировой практике, по-моему, один случай произошел в каком-то королевстве, в какой-то монархической стране. Только для конкретного случая. В Бельгии. Вот с 15.00 необходимо подписать что-то. Вот для этого случая он не может. А потом дальше опять может. Но это прецедент. Хорошо. Если можно, я тоже. Да. Дмитрий Георгиевич у нас и хочет, и может. Нет, Владимир Георгиевич может и хочет. Пожалуйста, объясни. Поскольку я не юрист, я не стану разбирать юридические нюансы. Потому что, когда юристы говорят, наши рядовые зрители ничего не понимают. Я хочу посмотреть на эту проблему чисто по-человечески, с точки зрения простого избирателя. Смотри, у вас тут какая фраза прозвучала, что в основе этого конфликта лежат противоречия между социалистами и демократами. Да? Так было. Вот. А при чем в этом конфликте социалисты и демократы? Президент у нас беспартийный. Президент вышел из партии. И президент не должен руководствоваться интересами партии социалистов. Партия социалистов представлена в парламенте. И мы, слава богу, с утра до вечера обсуждаем, ругаемся, находим компромиссы, не находим компромиссы. Можно ответить сразу, Дмитрий Леонидович? Не, не, не надо. Или вас не интересует мой ответ? Я хочу... Нет, вы задали вопрос, почему я сказала так подводка. Давайте я отвечу. Нет, нет. Вы спрашиваете, мы отвечаем. Нет, просто это было сказано в подводке. Я имею право сказать, что я имела в виду. По поводу президента, да? Вот давайте так, я тоже сделаю вид, что я не понимаю... А вы хотите меня... Меня уже приглашали в демпартии ваши коллеги, госпенсиру. Вы не оригинальны здесь. Я по-другому скажу, Дмитрий Георгиевич, если вы задали этот вопрос, послушайте, пожалуйста, ответ. Вот хотя бы, знаете, так... Я не задал вопрос. Давайте представим... Нет, вот вы что сказали, что в подводке я сказала, да, об этом. Я отвечаю, почему сказала. Вот смотрите, президент, значит, есть решение, да, президента поддержала в его устремлениях официально и выпустила целое заявление. Одна партия. Неудивительно, да. Догадайтесь, какая. Можно я продолжу? Да запросто. Понимаете, мне лично очень обидно, что вот мы дожили до такого состояния, что ругаемся, что у нас противостояние, что не можем назначить одного министра. Раньше никто об этом министре не вспоминал. Я сомневаюсь, что кто-то даже из депутатов знал фамилию министра обороны. Знаете, интересует министра финансов, министра экономики, министра там... А министра обороны у нас как-то... Ну нет, не больше, что вы знали. Знаете, почему? Смотрите, какие сабли. Ну, допустим, ладно, я соглашусь с вами. Ну, допустим, 100%. Я даже знаю, когда. Когда министр наш не был и говорил о НАТО. Вот сразу все знали. Ну, что такое так не проходит. Мы начали с конституционного суда. Смотрите, это решение конституционного суда. Президент и социалисты критикуют. Решение конституционного суда, которое назначило выборы президента, никто не критиковал. Я критиковал, а социалисты не критиковали. И господин Дадон по этому решению конституционного суда участвовал в выборах президента. Игорь Николаевич знал прекрасно, что написано в Конституции по полномочиям президента, по полномочиям правительства. Игорь Николаевич знает, что партия социалистов находится еще в оппозиции, как бы, да? Или в оппозиции. Вот. Правящая коалиция представляет вот Демпартия и Европейская партия. Вот здесь собака из-за рыта. Они сформировали... Вот здесь собака из-за рыта. Ну, я недолго буду. Они сформировали правительство. И в законе, и в интерпретации конституционного суда от 99-го года даже. Я знаю, что президент после голосования в парламенте состава правительства обязан промульгировать. И у нас никогда никаких сбоев не возникало. И президент, в случае, если меняется какой-то министр, обязан принимать решение премьер-министра. Смотрите, даже в той же Румынии вот сейчас, как бы не согласен был Йоханни с этими тремя кандидатами, но он на второй день или на третий день все-таки промульгировал. И эти люди работают. Я даже с Игорем Николаевичем встретились и... Ну, с точки зрения моей, так сказать. Я говорю, слушайте, ну, выскажите мне замечание в адрес этого министра. Скажите, что вы не согласны. Скажите, вы там еще что-то. Но подпишите. Пусть принимает присягу и пусть работает. Потому что ответственность – это правительство. Премьер-министр и правительство. И правящие коалиции. Не Игорь Николаевич. Я думаю, что Игорь Николаевич не согласен не только с этим министром. Может быть, у него есть претензия и к другим министрам. Но ничего без этого не происходит. Не начинается дракон. Конечно, Дмитрий Николаевич. Может быть, не согласен с другими министрами. Вот основа конфликта – вот это. Понимаю. Вы не сходите с того, что президент – верховная главная команда. Это первое. Поэтому, кто будет министром обороны, для него это более важно, чем кто будет министром культуры. Владимир Игоревич, в Италии правое правительство, президент – коммунист. По очереди. Я тут вспомнил одну собачку. Вот сейчас вы говорили. Я говорю, вот здесь-то эта собака-то и зарытая. Конечно же, вам, в принципе, все равно, кто будет министр этот. Вот вам все равно, правящей коалиции. Точнее, не всем, а демократической партии. Потому что все равно вы имеете большинство в этой коалиции. А вот тот, кто стал, занял место ГИМПу, а именно господин Лянке, ему очень важно было. Ну как так? Я в коалиции, у меня нет ни одного министра. Ну-ка, давайте быстренько моего бывшего советника. Вот и то, что он, значит, ну даже дело не в возрасте. Сегодня он канцеллер Австрии, избрали 31 год. Вопрос не в возрасте, не в возрасте. А вопрос в том, а вообще он что-то понимает в том, что такое армия, что такое оборона. Он сейчас знает, чем отличается женский сапог от солдатского сапога. Не уверен. А может, Дмитрий Георгиевич, Владимир Иванович, Дмитрий Георгиевич. Поэтому вопрос вот в чем. Сапогами и по очереди. Ну я же это образно говорю. Дмитрий Георгиевич, вы же человек умный. Поэтому в данном случае для президента очень важно и принципиально, кто будет этот человек, который займет пост министра обороны в условиях, когда он является главнокомандующим президентом. Владимир Иванович, я понимаю, я понимаю, и не понимаю мобильность вот этой позиции. Тот же премьер-министр, та же самая правящая коалиция вполне могла в этой ситуации, зная заранее, ведь он предупреждал, заранее предупреждал. Вы говорите, что надо было сказать, он заранее говорил. Давайте подберем туда профессионала, компетентного человека. И даже не партийного человека, который не будет бегать с лозунгами НАТО, НАТО, как предыдущий министр бегал. Кстати, тоже будучи не профессионалом, а зоотехниками. Я уж не помню, кто он там был. Уже все, наверное, забыли про него. Хотя сейчас он хочет при помощи Басевского. Для телезрителей. Или кричал НАТО, 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 НАТО. Вот в чем вся проблематика. И в принципе, я знаю, что была уже найдена кандидатура, достаточно нейтральная. Кандидатура человека, который профессионал, действительно. Который всю свою жизнь проработал в Министерстве обороны. И занимал очень в последнее время высокую должность. Которую предложил президент. Поставьте, поставьте. Ну, не будем сейчас называть этого человека, потому что... Но партия, я не называю фамилию. Вы там определились с тем человеком, которого Млянка назвал. Но все равно президент озвучил фамилию. Но... Значит, и вот в этом ситуации... И все это не... Выйти из этого цивилизованно. Дмитрий Николаевич, цивилизованно выйти из этой ситуации можно было. Конечно, можно. Не захотели. Можно еще. Да, завтра Игорь Николаевич может подписать декрет и... Нет. Ну, этого не будет. Вы же прекрасно понимаете. Ну, это плохо. Не будет. Тем более после того, когда вы вот так поступили. Тем более. Так, хорошо. Спасибо, спасибо вам, Дмитрий Николаевич. Кстати говоря, сегодня правительство пошло еще дальше. Они обратились в Конституционный суд. Не имея на это никакого права. Я хочу понять другую вещь. Мне кажется, что все может быть даже еще гораздо хуже, если мы поймем, что таким решением Конституционный суд создает прецедент. Дмитрий Георгиевич, вот смотрите, как смотрят на это люди. Они говорят так. Ну, теперь при любом несогласии с решением президента, получается, идет обращение в Конституционный суд. Взяли это стаканчик и подвинули в сторону. Спасибо, я справлюсь. Обращаются в Конституционный суд и говорят, ну, нет проблем. Вот на это время, по этому решению, президента будет замещать спикер или премьер. Слушайте, а зачем нам заместители президента? Объясните, пожалуйста, вот это. Хотя он может. Я думаю, что вот этот прецедент как раз должен был встревожить президента. В первую очередь, потому что это касается его. Вот. И не нужно создавать такие прецеденты. А чтобы не создавать такие прецеденты, нужно было подписывать указ и назначить человека министром. Вот. То есть это президент или все-таки Конституционный суд создал прецедент? Ну, давайте так немножко, если вы меня пригласили, вы потерпите пять минут, я скажу свое мнение по этим вопросам. Во-первых, по Конституции президент у нас медиатор. Как это? Посредник. Это в наших условиях, Людмила, в наших условиях это самая святая должность. Понимаете? Когда все ругаются, когда все... Человек-миротворец, президент Игорь Николаевич знал прекрасно, на какую должность его избирают люди. И люди знали, что, что, куда назначают. Понимаете? Президент вышел из партии. Я хочу, я хочу, чтобы и таких, как я, большинство, потому что проголосовали-то за него там одна треть или сколько там из реальных избирателей. Большинство, принявших участие. Принявших участие, да. Давайте не будем, не будем там одна треть или сколько там. Нет, так я хорошее хочу сказать, что Игорь Николаевич должен был поступать, чтобы и мне понравилось, и те, которые не голосовали за него, что да, это мудрое решение. А вот эта конфронтация привела к чему? Что вот появляется такое решение Конституционного суда. Какое решение, Дмитрий Георгиевич? Вот так его и не квалифицировали. Оно законное? Я не юрист-специалист, поэтому мне его объяснять, разъяснять нет желания. Вот. Будет еще одно решение вот в следствии обращения сегодня правительства. Самое интересное, я вот маленькую добавочку сделаю как юрист. В соответствии с статьей 38, части 2, буква С этой статьи, из кодекса юрисдикции Конституционной, там указано, кто имеет право с подобного рода обращениями обращаться в Конституционный суд. И там четко написано, по вопросам замещения временного завещения должности президента, имеет право обратиться только парламент. Точка. Пример, министр и правительство отвечает за правительство, за комплектацию правительства. Обратитесь в парламент, и парламент обратится в Конституционный суд. Ну, я думаю, что это разберутся. Кто разберется? Нет, подождите. Я же молчу, я даю вам возможность говорить. Я не буду делать все юридические анализы. Вы говорите пока больше всех, Дмитрий Георгиевич. Я буду делать политический анализ, я буду делать человеческий анализ, я буду делать ситуационный. Потому что мы живем в этой стране, нам хочется, чтобы здесь был мир, спокойствие, сотрудничество властей. Да. Понимаете? И президент первый человек. Первый человек в этой стране, кто этим должен заниматься. Партии, представленные в парламенте, и социалисты, и демократы, и остальные. Да, они встречаются в парламенте, и они, если ты оппозиция, то не должен соглашаться с властью. Власть должна заниматься теми проблемами, которые стоят перед страной, и так далее. А президент периодически должен одергивать, должен подсказывать, должен предлагать, и так далее. Но не вступать в борьбу с точки зрения, так сказать, вот стека на стенку. Вот этого не должно быть. Можно вопрос, Дмитрий Георгиевич. И назначение министра обороны, это первая проблема. Кстати, никто не собирается президента отправлять в, как ее называется? Импичмент называется. Импичмент. Есть такое слово. Я во всяком случае, я никогда не слышал. Но по предыдущии так надо говорить. Но правительство обязано заниматься, искать пути, искать лазейки, в том числе юридические, для того, чтобы добиться, чтобы правительство было в полном составе. Я говорил раньше, что министр обороны раньше не интересовался, но министр обороны должен быть в функции. И у армии должен быть министр заниматься политикой и так далее. А Дмитрий Георгиевич, во-первых, можно сказать, вы говорите больше всех. Поэтому каждый раз, когда вы возмущаетесь, что да, раз пригласите, то терпите меня здесь, мы терпим. Но позвольте иногда все-таки задавать вопросы. Вопрос вам, вы призвали задавать политическим подтекстом, да, вопросы? Вы сказали, что вы не хотите юридически. Не с подтекстом, а... Да. У меня два вопроса возникло в этой связи. Первое, вы говорите, президент знал, на что он шел, да, вот все это. Знаете, чего не знал президент? Я уверена. Президент не знал одной простой вещи, что когда он еще не примет присягу, его полномочия начнут каждый месяц урезать. И вы, как опытный политик, человек, принимавший голосование в оправках в Конституцию, да, 2000 года, давайте с вами сделаем анализ. Мы подумаем, да, что у нас сейчас президента стали избирать всенародно, а полномочий у него стало меньше. И вот народ как-то этого, вот знаете, вот как-то понять не может. И с каждым месяцем, с каждым обращением все меньше и меньше. Теперь в отношении импичмента вопрос. Я уж вклинилась, позвольте. Комментарий господина Канду. Нет, мы не будем отправлять президента, значит, в отставку. А знаете почему? Ну, правительство написало почему? Нет. Господин Канду сказал интереснее. Он сказал, у нас нет времени и денег. Это дословно. В том числе? Да. Это дословно. Это он, значит, конечно, слукавил, потому что правительство честно написало. Потому что президент имеет поддержку населения, это просто нереально, отправить его в отставку через запечку. Владимир Иванович, выбор у нас в конце 2018 года. Кто будет иметь поддержку, вы знаете, еще не так далеко. Мы говорим о президенте, который, и правительство написало, что президент имеет поддержку. Президент в парламентских выборах не участвует. Нет, ну, постойте. Я говорю о том, что правительство написало. Вы спросите у них, почему они так написали? Они так написали. Дмитрий Георгиевич сейчас скажет, что он не юрист и не может распрекомендировать. Нет, тут политическая церковь. Почему правительство так написало? Если правительство считает, а оно имеет право, в этой обстановке имеет право так считать, что президент не назначает, потому что он чувствует себя или считает себя частью оппозиции. Нет, они не так написали. Они написали, что мы не можем пойти по пути импичмента, потому что проиграем. Потому что президент имеет поддержку населения. Есть такая фраза. Например, я внимательно прочла письмо премьера нашего, не письмо, вернее статью, простите, в Евроньюсе, в колонке он написал. Письмо касалось нашего участия в восточном партнерстве. Мы говорили о наших европейских перспективах. И вот честно там господин премьер сказал. Вы знаете, уважаемые европейцы, если вы нас сейчас не поддержите, то к власти тогда придут пророссийские социалисты. И все наши европейские устремления сойдут на нет, поэтому дайте нам, пожалуйста, сигнал. Так говорит и Настасья. Нет, он честно просит сигнал. У премьер-министра есть программа на столе. У премьер-министра лежит перечень вопросов, проектов и решений, которые он должен принимать и продвигать в жизнь. Которые вытекают из соглашения, подписанного с Евросоюзом. Так что он будет говорить? Он отвечает за то, что страна... Это вообще отдельная тема. Мы должны встретиться и говорить. Хорошо. Когда Молдова имеет шанс выйти на какой-то берег, когда будет 4 года туда и 4 года назад? У нас же так все эти годы. А хорошо, вы знаете, чтобы те 4 года, о которых вы говорите, туда, чтобы действительно было туда. Я предлагал. Я предлагал, даже публично говорю, что... Хорошо, давайте определимся. Европейская интеграция, наши общие устремления. А давайте определимся. Построим молдавское государство. Но внутри интеграции социалисты, левый фланг выступают за сближение с Россией. Мы будем помогать в этом процессе. А вот давайте мы так, вместе построим молдавское государство. Вы имели больший авторитет у европейцев. Давайте все оттуда хорошее возьмите. Мы имеем больший авторитет у россиян. Давайте мы оттуда все больше возьмем. Но здесь... И мы сотрудничали, и мы будем... Ну, сотрудничали сейчас уже европейцы, и вам что сказали? Хватит. Вашим обещаниям мы уже не верим. Давайте результаты. Смотрите, как Россия, какие отношения у России с Венгрией, с Чехией, с Лавелией, с другими странами. Я вам сейчас назову другой фактор. И Евросоюз. Почему в Питере не может быть членом Евросоюза и не дружить с Россией? Прошел всемирный форум, значит, Ассамблея парламентов мира. Межпарламентского союза. Да. Мира. На котором присутствовало почти 170 делегаций. И всех парламентов мира. Я участвовал в этих делах. Почти три четверти были лично председатели парламента. Наши не поехали. Почему наши не поехали? Не поехали. Была делегация, представленная. Какая делегация? Зина Петровна была. Так делегация, Зина Петровна поехала, кстати говоря, за свой счет, не за счет парламента. Ну конечно. И господин Канду не захотел поехать. А руководительный Витюк, кстати. Господин Канду не захотел поехать. теперь вам вопрос может быть не очень вам приятен тем не менее он они у меня говорят хочу у вас спросить вот смотрите как реакция президента да вот он объявили объявил о начале общереспубликанских акций о поддержке президентской формы управления в его вчерашнем обращении к народу он заявил вот это это понятно но это вопрос времени до президентская форма правления народ интересует а что вы будете делать сейчас потому что когда вы видите что полномочия президента урезают каждый месяц вы извините но об импичменте могут сказать вполне серьезно уже через какое-то время то есть вас обвиняют что о слишком мягкая реакция что можете сказать я понял ну во-первых вот все эти действия начиная от обрезания всех полномочий еще до вступления в силу президента и последующие все эти действия в том числе решения позавчерашнего конституционного суда все это часть одной большой игры под названием спровоцировать и президента лично и спровоцировать партию социалистов на то чтобы они пошли скалами с топорами с вилами значит 7 апреля 2009 года в исполнении там 17 года вот чему все это делается дестабилизировать ситуации руками президента и партии социалистов спровоцировать чтобы сорвались не будет этого такого не будет потому что у нас есть достаточно ума достаточно хладнокровия и мы знаем что народ наш тоже большая часть не хочет этого есть конечно радикальные силы есть те которые прямо я езжу по районам практически в неделю два-три раза бываю в районе говорят а что вы там это самое давайте мы соберемся пойдем выгоним выгоним их и так далее и так далее нет мы будем действовать законным путем мы будем действовать именно тем что будем доказывать вот они так поступают а мы будем действовать по закону и народ нас я вас заверяю что в восемнадцатом году когда будут выборы если они не произойдут раньше а при таких действиях эти провокации придут только одному что президент будет и дальше в таком случае блокировать эти вещи мне так кажется и в этом случае будет действительно блокироваться ситуация действительно и в этом случае тем более с учетом того что финансирование сейчас практически заморожено денег нету правящего большинства уже выжимает все что угодно уже дошло до того что ввоз колоколов для церкви вулканешты то что раньше делали всегда вы же знаете да голосовались единогласно и быстро для церквей для благотворительных организаций без уплаты таможенных пошлин привозились те дары которые давались то ли подарили колокола то ли машины подарили и всегда освобождались сейчас уже для волканешт этого не сделали не сделали не вот при не надо что не надо вчера было решение правительства отказать почему а потому что якобы сейчас нет денег бюджете пусть заплатят а мы потом найдем возможность насчет эти деньги компенсировать ну мы понимаем это мы принимали нас я отвечаю на вопрос и поэтому я понимаю ну я же тоже пришел не не аплодирует не но вы же до этого столько говорили я я я насчет насчет агрессивности я сожалею что у нас такая обстановка в стране вот демпартия никогда не не призывала к каким-то агрессивным действием даже анализируйте так сказать какие-то заявления но нету в этом не может даже даже не может правительство который отвечает за все что происходит в стране который отвечает за экономику социальные вопросы в первую очередь заниматься какой-то дестабилизации это не выгодно просто правительству этим делом получается но с другой стороны перекидывается другого я думаю что я думаю что я думаю что и мы и вы и я и наши коллеги должны этим делом заниматься ежедневно и дать по рукам тем которые которые практикует потому что если я сейчас какие-то цитаты привел бы ваши коллеги по партии там и дай бог там там такие звучат иногда поэтому нам нужно стремиться к тому что какие-то принимают решение на вазу власти к совершению соревноваться лозунгами проектами программами таскать но не не это кто кого кто кого вот поэтому мы и говорим в результате такой борьбы победителей не будет понимаете совершенно верно победителей в этом не будет я хочу чтобы был победитель знаете кто я хочу чтобы был победитель народ вот я слушаю вас да и понимаю что и вы стоите на своем в отношении роли президента там миротворец и все такое да вы говорили вы говорите что президенту нужно больше полномочий выступаете за президентскую республику в таких случаях есть один вариант который рассудит всех и лучше никто не придумал это референдум дмитрий георгиевич но подождите дайте вопрос но слушайте пожалуй дмитрий вы говорите вы вы по поводу конституции по поводу полномочий но президент боец это не по не в нашей стране не в этой практике и вы зря его настраиваете на 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 вот давайте с утра до нас а вы его толкаете к я настраиваю вас на то чтобы вы дослушали мой вопрос дмитрий георгиевич не хочет на него отвечать я понимаю неудобно а вот а вопрос о референдуме вот смотрите сколько есть по президентскому хотя бы консультативный согласитесь вы получите это пустая идея я пережил один референдум и одну инициативу по по внедрению президентского режима помните да я задавал вопросы много раз много раз петру кирилловичу нету нету концовки у этой идеи поэтому оставьте в покое республика молодого маленькая страна знают друг друга все нам нужно нам эту диктатуру одного человека так сказать никогда не 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 примут здесь ни люди не избиратели не правы и не никто нам нужно научиться нам нужно научиться с икон вицу им сожительствовать политические партии а не драться у нас это баррикада который 90 втором году в возвели мы должны вместе ее разрушать и объединять страну митрик если мы будем да не будем строить один на запад другой на восток мы разорвем окончательно эту страну понимаете понимаю я понимаю также что вы утратуете сейчас за то чтобы исполняли конституцию да но в конституции написано кто у нас носители высшей власти народ народ да так давайте спросим народ а вот смотрите демократы не хотят спрашивать народ по поводу полномочий президента да вот президентская республика не хотят спрашивать по поводу вектора вы не хотите вы хотите просто взять и записать в конституцию это почему вы не вы не хотите да вот серьезно я не думаю что вы наивный человек вы понимаете так сказать но но давайте спросим давайте спросим давайте пойдем и спросим что такое референдум референдум это нужно принимать решение что не раньше трех месяцев до референдума вот это значит правительство которое вот так загружено политические партии должны все бросить и уйти в народ заниматься референдум какой ужас представляете партии пойдут в народ пусть лучше 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 больше ужаса не слышали другое суши народ проснулся завтра и уже с с вектором а почему я шел на выборы знал что эта конституция я давал клятву по этой конституции у нас же смотрите три президента были мир чай ванч тоже об этом думал мечтал и говорил что мне не хватает полномочий пётр кириллович это уже классический таскать я был с ним я каждый день таскать вот мы отвечали вместе снегуру что не не конституция виновата человек виноват а потом пётр кириллович придумал таскать давайте президентский режим вот чем это кончилось в разносом таким сейчас он не сам игорь николаевич секунду дайте объясню народу народ проголосовал за эту идею а парламент сказал нам не важно он получил мандат от народа утихомирить ублажить и договориться и так далее но не 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 воевать с утра до вечера вот что и если так происходит для того чтобы понять за что он получил голос народа надо поднять наверное его поток на которые готовы я выбору поднять и понять dass в этот программ про голоса спин должен проявить эту готовность сотрудничать с правительством не с партией не с большинством а с правительством на бездна сотрудничать правительством с правосоюзами с общественными организациями с народом может сотрудники с народом Вот он хочет обратиться к консультативным референдумам. Давайте один пример сотрудничества. Есть у нас орган, который занимается проблемами выработки стратегий по безопасности, рассматривает серьезные вопросы, которые посягают на какие-то устои экономические, гуманитарные, не дай бог военные, политические и так далее. Высший совет безопасности. И президент созывает, а не приходит ни пример, ни представитель парламента. Это что, сотрудничество? Вот как вы считаете? Владимир Владимирович, вы вспомнили один случай, когда не состоялось, но были, когда состоялись. Нет, так я и говорю, что последнее время не состоялись. Я не являюсь членом этого совета. Нет, я тоже не членом совета. Но насколько я сейчас вспоминаю, там была повестка дня такая, популистская. Какая популистская? Вопрос-то был только в одном. Там что-то... Расскажите всем, что произошло, что вы сделали такой шаг, как высылка дипломатов, и в связи с этим пытаетесь ухудшить отношения с Россией. Что произошло в то время, как я налаживаю отношения, а вы это сделали? Давайте мы выслушаем на закрытом заседании высшего совета безопасности. Причем пришел тот, кто должен был, точнее тот тоже срочно заболел, директор СИСа. Срочно почему-то по звонку заболел, тоже не пришел. Это что, сотрудничество, Дмитрий Георгиевич? Это не сотрудничество. Это абсолютно игнорирование президента. Это абсолютная попытка противопоставить, спровоцировать его. Ну, насколько я помню, какая-то часть провокации готовилась. Я не знаю, насколько вы, но я помню 100%. Я ведь неспроста эти вопросы задаю по поводу референдума. Вот понимаете, ведь есть у нас такие болевые точки, и нам надо знать позицию каждой партии. Вот смотрите, либерал-демократы выступают с инициативой изменения 13-й статьи. Подают в Конституционный суд свое заявление. И вот среди этих подписей есть три депутата от Демократической партии, Дмитрий Георгиевич. Три члена фракции? Три члена фракции, да. Бывшие члены? Бывшие, не важно, бывшие, но сейчас они являются членами, сейчас они члены фракции Демократической партии. Они подписывают это. По инерции подписали. Да, вот такие вопросы. Хорошо. Сработало стабильное чувство. Это принять за ответ? Нет, ну мы же сейчас не возвращаемся к этой проблеме. Я в 94-м году, когда принималась Конституция, я пытался убедить Аграрьев записать в Конституцию, что молдаване, республики Молдова, говорят румынский язык. И если бы они приняли такое мудрое решение, но это решение требовало, так сказать, видеть перспективы республики Молдова еще на 5 лет вперед, к большому сожалению, тогда наши коллеги Аграрьев не увидели. И преобладало, так сказать, чувство вот этого, так сказать, мы никого не дадим, не уступим и так далее. Вот. Это проблема болезненная, социальная, политическая республика Молдова. Молодежь, мы не вернем так к этому вопросу. Я так считаю, другие считают по-другому, но я думаю, что мы эту проблему не должны трогать, потому что ни партия социалистов ее не решит, и этой инициативой проблема не решится. Она остается, у каждого человека есть свое понимание, понятие. То есть, ваше видение отличает. Вот партия социалистов это даже и не трогает. А вы знаете, почему эта инициатива появилась? Вы же прекрасно знаете, потому что группу по выработке проекта закона о внесении в конституцию понятия вектора вошли только ваши. А все остальные заявили, если не будет в том числе изменения статьи по названию языка, мы не войдем. Вот поэтому часть ваших сказали, давайте мы подпишем. Мы предполагали, что найдутся специалисты. Это разменная монета, разменная политическая монета. Это интрига политическая. Там и другие бы пришли. Если мы бы допустили, мы сказали, что евроинеграция, точка, больше ничего. Потому что мы понимали, один придет с Румынским языком, третий придет с НАТО, четвертый со статусом нейтрального государства и так далее. А это вообще надо? На этом этапе. Ну, понимаете, надо определяться как-то. Надо сначала что-то сделать, а потом определяться. Ну, параллельно делать. Вам уже однажды сказал один из еврокомиссаров, от того, что вы разведите везде флаги Евросоюза, от того, что вы везде будете говорить о евроинтеграции, от этого слаще не будет. Ни во рту, ни на столе, ни в Европе. Мы сами это знаем. Правильно, правильно. Поэтому от того, что вы сейчас, я ведь не случайно задал вопрос. Скажите, пожалуйста, это важнейшая проблема народа? Потому что, исходя из того, как представлял автор этого проекта инициативу, да, это важнейшая. А ведь важнейшие вопросы. Проблема этого народа, понимаете, из-за того, что страна не определилась до сих пор, куда мы пойдем. Да проблема не в том, что страна не определилась. Да, потому что политический класс. Потому что у нас есть политические партии, которые зарабатывают голоса и мандаты только на одних лозунгах. Один прорумынский, другой пророссийский. Вот и все. И не утруждают себя. И появился тот, кто хочет на правительство. И не утруждают себя. Вот коммунисты, господин Воронин, жив-здоров. Чем он притянул к себе электорат в 2001 году? Вступим в Союз России с Беларусью. Я ему сто раз говорил, почему вы не вступили? Если бы вступили, может быть, мы бы перестали заниматься туда-сюда, туда-сюда. Дмитрий Георгиевич. Не вступили, товарищи коммунисты. Да, оставьте, оставьте вы коммунистов. Владимир Иванович, я прошу прощения. Не был тогда. Но тогда был лозунг немножко другой. Вот вы забыли уже. Вот дешевая, колбаса дешевая, и пенсия большая. Я помню, да. Изучить. Изучить. Я же не буду напоминать, что Мариан Ильич Луп уговорил, мы остановим политическую войну. Давайте не будем вспоминать предвыборные лозунги. Вот до чего остановились. Вы говорили о народе. Понимаете? А народ, наши политические партии, как их удачно затягивают в этой сети? Давайте мы вступим в такой-то союз. Дмитрий Георгиевич, наши партии сами кого угодно в сети затянут. Дмитрий Георгиевич, вот объясните мне, пожалуйста. Готов. Вот, спасибо. Вот смотрите, вдруг, вот в один прекрасный день, социалисты приходят в парламент, и все-таки это норма в отношении евроинтеграции. Вот они там возмущаются, но вы голосуете, находите необходимые голоса, вносите это изменение в Конституцию. Представим себе такую ситуацию. У нас евроинтеграция, наш светлый путь. Скажите, пожалуйста, что это будет означать? Будет ли иметь право партии, например, продвигать другую точку зрения? Вот мы видим, что европейцы сами выйдут после этого вашего голосования на другой день и скажут, Молдова захваченное государство, они вот то не сделали, это не сделали, денег не даем, работают плохо. Выходят социалисты и говорят, вы знаете, все, провалилась ваша евроинтеграция, вас не хотят, вам прямо сказали. Что делать? А у нас в Конституции норма. Нет, мы думаем, к этому времени социалисты поймут, что как всему. То есть, если будет плохо, они должны понять, что это хорошо. Вам важно, чтобы социалисты поняли или важно, чтобы в стране был порядок? Ну, в нашей ситуации сегодняшней важно, чтобы социалисты поняли и не дергали. Не делайте виноватись за то, что делается в стране социалистов. А из-за чего? Ищите у себя в доме. 99% из-за, вот в этом поведении, которое мы обсуждали в первой части, оно связано как раз с этим. Мы придем, мы разорвем соглашение с Европой, мы вступим туда. Слушайте, мы говорим, дорогие друзья, давайте вместе дружить. Давайте дружить, но евроинтеграцию мы внесем. Вы так не считаете, но это ваша проблема. А потом говорят, я приватизировал этот участок, вы туда не лезете, вот и получается. Я думаю, что людей, которые сегодня нас смотрят, беспокоят не это. Я уверен, что их сегодня беспокоят не это. Их, конечно, возмущает, что их не собирается спросить. Их возмущает, что их не собирается спрашивать, что их просто поставят перед фактом. Это их возмущает, я уверен. Но их беспокоит другое. Их беспокоит, а почему вы так делаете по отношению к президенту, которого избрали они? Почему вы его ограничивали? Почему вы даже не пытаетесь с ним сотрудничать? Почему? Ну, это неправда. Ну, как неправда? Я вам приводил примеры на протяжении всей передачи. Я 50 раз, я был на инаугурации, я хлопал, я приветствовал. Вы, к сожалению, это еще не вся проблема. Я не знала, что поддержка, это просто оплата. Я хочу, чтобы президент меня понимал, и чтобы я его понимал, и чтобы мы дружили, и чтобы мы работали вместе. Вы говорите о личностных отношениях, или вы говорите сейчас о межпартийных отношениях? Я говорю о президенте, с которым я знаком, и с которым разговаривал не один раз. Это другое дело. Это совершенно другое дело. И который мне не доставляет никакой радости приходить сюда и говорить какие-то вещи, которые не нравятся ли вам, или президенту. Понимаете? Но для этого должно быть движение двухстороннее, мы к нему, он к нам, и постепенно налаживать. Понимаете? А у нас с первого дня пошла рубка, рубка, рубка. Вот избиратель, о котором мы заботимся, ему это не нравится. Я вас заверяю, не нравится ему эта драка наверху. Потому что когда драка наверху, он понимает, что они там берутся, а она с ней не вспоминает. У нас 4 минуты, вы исключаете? И баррикады, о которых я говорил, надо ломать. В 92-м году построили. Их строить не надо, Дмитрий Георгиевич. Не я строю. Очень коротко. Вы вероятность импичмента сняли с повестки дня в Демпартии? Или пока будете искать деньги, время? Вы объясните конкретно, чем это все закончится. Это тоже провокация называется. Сняли в Демпартии. В Демпартии и не ставили этот вопрос. И не обсуждали. И я лично, если появится какой-нибудь гастролер, который что-нибудь предложит на эту тему, я ему скажу очень откровенно. То есть, что вы против? Никакого импичмента и никакого... Нам надо искать пути сотрудничества. Но для этого, конечно, президент должен был промульгировать. И назначить суду министра, понимаете? И все вопросы сняли. Это похоже на анекдот. Говорит, летают крокодилы, но не зенька, не зенька. Поэтому, вот пусть так же и президент. Вот так вот не зенька, спокойно, как Тимофти. Не будет второй рациент. Не будет, мы же понимаем. Но неужели вы это не поняли еще? Я имею в виду не вы лично, вы это лично знаете. Но президенты и премьеры должны встречаться, должны обсуждать, должны решать вопросы. Конечно, конечно. А не ругаться. А не игнорировать заседание, не приходить, не говорить. Мне это не нравится. А что говорить о рядовом человеке, который наблюдает это? Все правильно. Мы сегодня часто вспоминали Петра Кирилловича. Я тоже вспомнила. Я сейчас говорю об немой утки, не о Петре Кирилловича. Я знаю, но мы сегодня просто часто вспоминали. Он говорил одно слово всегда. Он говорил шмейкеризм. Мне кажется, что когда вы говорите, пусть он промульгирует, а мы потом вот это посмотрим. Вот как бы я вспоминаю. Вспоминается Петра Кирилловича. Я говорил ему это лично. Это мое глубокое убеждение. Я хочу... У нас министра, это вопрос главного командующего. Это вопрос даже нет. Мы начинаем сначала. Не нравится вам пример по Румынии? Давайте не будем. В Румынии партия социал-демократическая ругается с президентом, президент в оппозиции и так далее. Президент главнокомандующий, министр обороны, член партии, правящий, а не... Да вопрос не в том, чей он будет. Вы так и не поняли этого. Вопрос в том, профессионал он будет или нет. Отвечают те, которые предлагают. Я благодарю вас за участие. Время уже вышло. Очень хотелось услышать еще ваше мнение по поводу досрочных выборов. Но, к сожалению, уже совсем нет. Поэтому остается вас поблагодарить за участие в этой программе. Дмитрий Георгиевич, приходите к нам еще. Я думаю, что если вы будете приходить чаще, вы будете отвечать более кратко. А кратко, как известно, это сестра талантов, которые вам нравятся. Не надейтесь. Нейтральные, нейтральные. Поэтому, да. Благодарю вас. Приходите, будем разговаривать. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова